Всем привет! С вами снова Ольга и сегодня я расскажу вам о плюсах и минусах корейских квартир на примере обычных опатов. В любой другой стране, наверное, невозможно вот так выделить общие недостатки и достоинства всех квартир. Но в Корее все опаты стандартны, за редким исключением. Они все как под копирку, не только снаружи, но и изнутри. Корейцы в плане жилья очень мобильны. Они часто переезжают и предпочитают снимать жилье, поэтому планировку в квартирах меняют крайне редко. И да, в Корее все квартиры продаются уже с полной отделкой, включая даже некоторую мебель, сантехнику и предметы интерьера. Поэтому в пределах одного жилого комплекса у всех будут одинаковые обои, плитка ванной, люстры какие-то и все в этом роде. А если брать общую картину, то практически все опаты имеют схожую планировку, разнятся только наличием комнат и метражом. Сегодня мы рассмотрим самый банальный и ходовой вариант опат – 33 пёна или около 100 квадратных метров. Дом не старый и не новый. Идеальный пример для воссоздания общей картины. Все перечисленные мной недостатки и достоинства будут характерны, если не для всех, то для большинства корейских квартир. Я в расчет не беру другие виды жилья, такие как виллы или офис-тели или еще что-то. Я беру только опаты, так как большинство корейцев семейных все-таки проживает в опатах. Итак, поехали. Начнем с уличной части квартир. И первый плюс – дворы облагорожены очень здоровско абсолютно везде. Здесь будет уместно сказать, что если и есть рай на земле, он находится именно в корейских опатах. Буйство зелени, шикарный ландшафтный дизайн, продуманные зоны отдыха для людей от нуля до 120 лет, наверное. Также имеется стандартная инфраструктура в виде бесплатного тренажерного зала и просто зала для занятий йогой или танцами. К Софии приходит персональный хореограф и она занимается танцами, не отходя от дома. Это очень удобно. Также здесь есть душевые и сауна. Это средний уровень. В комплексах подороже есть также площадки для гольфа, кинотеатры, караоке, бассейны и многое-многое другое. Плюс номер два – подземные парковки с выходом к лифту. Парковки бесплатные, то есть они уже входят в стоимость квартир с расчетом 2 места на квартиру. У вас нет определенного места, вы занимаете любое свободное. И с этим проблем не возникает. Плюс номер три – никакой торговли на первых этажах. Единственное, что можно открыть на первом этаже опат – это детский садик. И такой садик для самых маленьких находится практически в каждом доме. Это очень удобно. Плюс номер четыре – во двор не заезжают машины. Территория жилого комплекса огромна, и вы без проблем отпускаете ребенка во дворе, на самокате или велосипеде. Даже если он исчезает из вашего поля зрения, вы не переживаете, что с ним что-то может случиться. Это чувство безопасности нельзя переоценить. Вы спросите, какие же могут быть минусы в таком раю? Но минусы есть всегда и везде. И в случае корейских опад – это то, что жизнь начинает здесь закипать очень рано. Каждый божий день, начиная с 8 утра, садовники стригут газон. Воскресенье – не исключение. Также мусоровозы опустошают баки исключительно рано утром. В нашем комплексе это происходит в пол восьмого утра. А в других комплексах, до этого мы жили там вообще, было в 6 утра, по-моему, это делается громко, когда это делается в полной тишине, и под вашим окном это слышится просто очень громко. Поэтому в Корее мне пришлось привыкнуть к берушам. Без беруш я вообще не засыпаю. Дальше заходим в сам дом. Что здесь из плюсов? Первый плюс – это красивые исправные лифты. Корейские лифты всегда и везде выглядят шикарно. Также они всегда исправно работают. Правда, иногда проводятся профилактические работы. Но об этом жильцов заранее предупреждают. По времени такие работы занимают пару часов всего, и проводятся они примерно раз в полгода. Из минусов здесь можно отметить только то, что в многоэтажных домах, когда много-много этажей, лифт можно ждать довольно долго. Следующий плюс здесь – это довольно опрятные подъезды с одинаковыми дверьми. Никто двери не меняет. Все двери одинаковые, все имеют кодовые замки. Корейцы вообще не знают, как выглядит связка ключей. Это очень удобно. Еще один небольшой плюс – вы не боитесь оставлять какие-то вещи в подъезде. Их никогда никто не украдет. Плюсы и минусы в самой квартире. Планировка. Что касается планировки, то здесь есть как плюсы, так и минусы, естественно. Из плюсов в опатах всегда два санузла. Санузлов может быть и больше в зависимости от площади квартиры, но не меньше двух. Из минусов – в опатах, как правило, всегда маленькие спальни и нелепая огромная гостиная. Это обусловлено корейскими традициями. Подразумевается, что в спальне вы будете только спать, а все свое свободное время проводить вместе с семьей в общей гостиной. Не всем такой формат подходит, но квартиру иной планировки довольно сложно найти в Корее. Но стоит отметить, что главная или хозяйская, как ее здесь называют, комната, всегда большая и имеет собственный санузел, гардеробную и туалетную комнатку, так называемую, где можно заниматься какими-то косметическими процедурами. Еще один минус или плюс, кому как нравится, но в корейских квартирах всегда кухня соединена с гостиной. Для меня это скорее плюс, чем минус. Еще один значительный для меня плюс – большое количество балконов и всевозможных подсобных помещений. Это помогает соответствовать модному сейчас тренду – минимализму. Плюсы и минусы в самой квартире – детали. Первый плюс – всегда большие окна в пол. За счет этого в корейских квартирах всегда светло. Также все окна оснащены добротными москитными сетками. Но в этих чудесных окнах кроется и минус. Так как окна раздвижные, их невозможно помыть самостоятельно. Плюс также кроется в корейских санузлах. Там всегда есть слив в полу. Вы никогда никого не затопите. И на самом деле это очень круто, так как мои дети могут часами сидеть в ванной. Они не замп Palest. Пожал, такаяです. Пожал, такаяめ Огромным минусом является то, что в корейских ваннах никогда не предусмотрены большие полотенцесушители. Вне зависимости от размеров квартиры и ванной комнаты, там всегда будет маленькая чисто символическая вешалка для одного небольшого полотенца. Обусловлено это тем, что корейцы не используют одно полотенце дважды. Корейские полотенца небольшого размера и эти вешалки везде одного стандарта. Я очень скучаю по российским огромным змеевикам вот этим. Следующий плюс уже относится к кухне. И здесь мне нравится то, что обязательная встроенная кухонная мебель имеет огромное количество вместительных, очень вместительных шкафчиков. И у меня никогда не удавалось заполнить их даже наполовину. Это просто восторг какой-то. Также кухня довольно функциональна и логична. Как и все у корейцев в принципе. Из минусов могу сказать то, что в корейских квартирах очень часто нет духовки. Ну, не принято у корейцев выпекать дома. Зато посудомойка, вытяжка и прочие бытовые какие-то кухонные предметы всегда присутствуют. Теперь отправимся на один из балконов. Как видите, здесь у нас стоит стиральная машинка. И плюс в том, что она не занимает место ни где-то в ванной, ни на кухне. Она стоит обособлена на балконе. Тут же имеется сушилка. И это очень здорово и удобно. Минус в том, что этот балкон зимой не отапливается. Это просто лоджия. И зимой выходить постирать не очень комфортно. Поэтому зимой я стараюсь делать это как можно реже. Один из самых мной обожаемых и уважаемых плюсов корейских квартир – это, конечно же, система отопления. Не только в опатах, а абсолютно везде вы сами регулируете температуру в своем доме. В каждой комнате по отдельности. В любое время года. Эту радость нельзя переоценить. Из минусов – зимой могут приходить высокие счета за обогрев. Но тут уже все зависит от вас лично. Хотите сэкономить – у вас всегда есть такая возможность. Что касается отделочных работ, из плюсов здесь есть то, что они сделаны очень качественно. Комар носа не подточит. Из минусов – материал используется, конечно же, не самый дорогой. То есть, если это дверь, то она будет не из цельного дерева, а из ДВП или ДСП. Если честно, я не разбираюсь в тонкостях этих строительных. Но так как все эти материалы последнего поколения, и качество работ хорошее, и дизайн тоже такой спокойный, нейтральный, тебя не тянет во что бы то ни стало сделать ремонт. Ты живешь в стандартной квартире, можно сказать, как у всех, и не чувствуешь при этом себя каким-то ущербным. Что касается безопасности, в корейских квартирах предусмотрена противопожарная система и специальная изолированная комната с герметичной железной дверью, куда вы можете спрятаться в случае пожара. Также в этой комнате имеется огнетушитель и спасательный трос, по которому можно спуститься на улицу. Еще в корейских квартирах есть система умный дом, и плюс в том, что она таки есть, и минус в том, что я в ней не умею разбираться. Она довольно сложная, и разбираться в ней надо тщательно, но пока такой необходимости как бы не было даже. Еще есть система фильтрации воздуха в квартире, но я все-таки предпочитаю открыть окно лучше. Плюсы и минусы в самой квартире – сервис. Что я люблю в корейских квартирах больше даже, чем систему отопления, чем теплые полы? Конечно же, отсутствие насекомых. Мало того, что на окнах стоят сетки москитные, никто не пролетит, но еще никто и не заползет, так как специальная служба делает дезинфекцию раз примерно в 2 месяца во все стоки, заливают специально такое средство, приходят на дом бесплатно всем во все квартиры, и это просто невероятно круто, потому что я боюсь всех этих насекомых, и если увижу таракана, то у меня сразу будет инфаркт, наверное, сердечный приступ. Поэтому это вот такой огромнейший-преогромнейший плюс корейских квартир. Также какие-то бытовые проблемы решаются мгновенно, если у вас что-то сломалось, или засорился унитаз, или перегорели лампочки, вы просто звоните по умному вот этому дому, и человек приходит специально и вам все тут же делает. Сами вы ничего не касаетесь, ничего не делаете, и к этому очень быстро привыкаешь. Из минусов могу назвать одну такую медвежью услугу, хотя она бывает довольно полезной иногда, но тем не менее в основном это такая раздражающая система, система оповещения, такое радио, которое стоит в каждой корейской, абсолютно в каждой квартире, и которое вы не имеете права отключить. Это как в пионерском лагере, вам в любое время могут по этому радио сообщить о каких-то делах, проблемах, творящихся на территории жилого комплекса, делать какие-то объявления, и все в таком плане. Вот такой звездец у нас творится. В общем, спорный, спорный такой вопрос, и я скорее отнесла бы это к минусам, чем к плюсам. Что ж, как вы видите, несмотря на некоторые минусы, в принципе, жизнь в корейских опадах довольно комфортная. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как с теми или иными деталями обстоят дела в вашей стране и в вашем городе. Я знаю, что меня смотрят подписчики со всего мира. Если вам понравилось, конечно, ставьте лайки. Всех люблю, всем пока и до новых встреч!